Всем привет, с вами Брис, человек с самым неоригинальным ником и человек, который решил немного поговорить как раз-таки на тему неоригинальных ников, вау. У меня под видео через раз проскакивают комменты с вопросами, как придумать ник, и хотя мне всегда интересно, почему спрашивают у меня, если я буквально взяла имя персонажа и написала его неправильно, чтобы имя отличалось от никнейма. Ну не суть, я тут не расскажу, как выглядит плохой ник, я скорее назову парочку пунктов, которые, по моему мнению, портят никнейм. И сразу скажу, это не хейт-видео, мне без разницы, какой у кого ник, но просто, когда вы ищете аудиторию, то лучше, конечно, делать такой ник, который будет нравиться хотя бы большинству и будет удобен в использовании. Ну а перед началом, небольшой кусочек информации для моей постоянной аудитории, которая смотрит каждый мой видос, и я хочу начать работать с англоязычной аудиторией. У меня есть, точнее, один проект на уме, который будет ориентирован на англоязычную аудиторию, и мне нужен, естественно, канал, куда я это буду все постить, и я не хочу делать новый канал, так что я буду постить эти видео именно сюда. Это не значит, что я ухожу с ютуба русского, нет. Я все еще буду делать свои видосы просто иногда, всего, может, даже пару раз, это будет не на постоянной основе, будет парочку видео на английском, или без слов, или я не знаю, в общем, что-то будет. Так что можете не переживать, буду лишь рада поддержке, если вы их посмотрите, но до этого еще не скоро, просто предупреждаю, пока есть такая возможность. Итак, ники. Первый пункт этого всратого списка, и самое важное же, узнаваемость и еда. А еще часто используемые слова и оригинальность. Блин, длинное название пункта получилось. Так, давайте я объясню. Давайте, к примеру, представим, что существует художник с ником Имбирный чай. Ну, вроде запоминается, ну, чай, блин, все знают, что такое чай. Вот видите вы его арт, где в подписи так и написано «Имбирный чай». Идете в Google и пишете «Имбирный чай». Вопрос на миллион, что вам покажет Google? Верно, он вам покажет гребаный имбирный чай. Погодите, стоп, а что вы ожидали? Ладно, допишем туда слово «арт». Что показал Google? Арт с чашкой чая. Неловко получилось, правда? Ну, реально, а чего ожидал человек, который себя назвал так? Что его реально можно будет найти? Популярные слова, еда, реальные имена, сложно загуглить. Даже если возьмете какое-нибудь слово и просто переведете его на другой язык, шанс, что вас покажет Google, ну, просто не очень большой. А если это еще и бренд какой-то, ну, там, кола с фантой, то считайте, вас уже никогда не найдут подписчики. Лично меня у Google начал показывать еще, когда у меня было меньше сотки подписчиков. А все почему? Просто потому, что я взяла имя персонажа за ник и изменила его. И еще и написала слитно. Если написать раздельно, магии не случится. Можете сами проверить там какой-то трэш в запросах. А если написать целиком ник, то он меня покажет. Ну, а еще этих ваших художников со словом «чай» в нике просто как сортов чая на планете. И я лично знаю трех художников с ником «Кошачья мята». Вот я захочу найти какого-то конкретного из них, вот ни за что не найду. Второй пункт – длинный ник. Длинный ник сложнее запомнить. И знаете что? Мой ник как раз попадает под этот пункт. Видите, мой ник идеален. Я отобрала у хитеров хлеб. Сегодня без комментариев, что мой ник плохой. Я тут всех засираю, потому что я сама это сказала. Итак, если сказать его на русском, то вроде бы все звучит очень просто. Даже запоминается легко. А вот на английском... Наверное, один человек из пяти его напишет правильно. Мой ник пишется с одной буквой «Е» и двумя «З». Технически он читается как «бризи», но ошибка в слове сделана специально, чтобы была разница между именем персонажа и моим. Но читаю я как просто «вриз», но потому что мне так удобно. А вот имя «бриз» как раз пишется наоборот, с двумя буквами «Е» и одной «З». Теперь вы знаете на одно английское слово больше. Ура! И вроде звучит просто, ну, по крайней мере, для меня. Но мой ник даже на русском пишет неправильно. Кто-то пишет как «бриз». Пацаны, какая «С», там же «З», ну, типа «З», ну, камон. На английском, честно, пишут как «брез». А «Е» куда подевали? Осталось и «камура», что? Ну, это же даже логично. Ну, нет, ну, ну, ладно, камон. И я не злюсь, я не хейч, это скорее, по-моему, очень угарно, потому что к этому все приводит. Первое, люди не знают английский, что, в общем-то, нормально. Второе, я тупой дебил, не смог придумать ник покороче. В любом случае, длинные ники еще сложнее разместить на артах, в качестве подписи, ну, тут уже прям совсем мхо-мхо. Так что длинные ники, ребят, зло. Третий пункт, он же последний, и он же с сильной-сильной такой натяжкой. Реальные имена. В общем, как мы знаем, на планете очень много Кать, Наташ, Настя и Вась. Много вас, ребят. Даже если вы допишите свою фамилию, ну, тоже будет не очень. Живем мы в странное время, полить реальные имена и фамилии. Ну, тупо опасно, но сейчас не об этом, не мне заливать вам про кибербезопасность. Из имени просто сделать сложно узнаваемый ник. Вот все мы знаем о Синастру. Одна такая на миллион. А вот ты попробуй придумать себе ник, который еще никто не придумал со своим именем. Так, чтобы вас еще и гугл понимал. И не путал с другими Настями района, и звучит уже сложнее. Ну, тут есть, конечно, хак. Придумать себе фамилию. Да, новую, модную, молодежную. Типа, какая-нибудь Настя Гача звучит, конечно, так себе. А может, такая Настя уже и смотрит меня, и пусть не обижается. Но зато есть шанс сделать себе узнаваемый никнейм. По крайней мере, люди будут понимать, о ком идет речь. Здесь могло быть еще больше пунктов, если бы я была такой занудой, которая сидит и доколупливается до каждых мелочей. Но я не из тех людей, я не знаю, просто решила поделиться своим мнением. Еще раз, видео не хейт, я вот перечислила всего пару пунктов, которые пришли мне в голову. И если бы я вернулась на пару лет назад, я бы постаралась избежать ошибок. Так ведь реально проще жить. И вы можете называть себя абсолютно как хотите, хоть и луна маском, это ведь ваше право. Это же у вас будут проблемы с тем, что вас не могут найти, а не у меня, так что. Я лишь просто дала пару советов о том, как не стоит делать. И не слушайте хейтеров, творите для себя, делитесь своим творчеством с людьми. Вы в любом случае найдете свою аудиторию, даже если будете подписываться, как имбирный чай. Делитесь своими вариантами о том, как испорчить них. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чекайте паблик. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok